За наших и за Париж эти надписи появились на бомбах, которые сегодня были выпущены по позициям террористов из группировки «Исламское государство». Одна из важнейших задач – уничтожить финансово-экономическую базу ИГИЛ. Разбомблено 15 хранилищ и 525 машин с нефтью. На черный рынок прекращена поставка 60 тысяч тонн нефти в сутки. И террористы не получат свои ежедневные полтора миллиона кровавых нефтедолларов, которыми они оплачивают смерть людей во всем мире. И президент России дал приказ не снижать уровень операции в Сирии. Надписи на бомбах лаконичны. За наших и за Париж. А судя уже вот по этому видео, адреса террористы из ИГИЛ, воюющие в Сирии, посылку получили. Если точнее, получали и днем, и ночью. Доклады о том, как проходит операция возмездия, главнокомандующий сегодня принимал в режиме видеоконференции. Первый доклад от командира эскадрильи сверхзвуковых стратегических ракетоносцев. Самолеты Ту-95МС и Ту-160 авиационной группы дальней авиации в рамках воздушной операции выполняют задачи по нанесению ударов по объектам организации ИГИЛ на территории Сирии. Маршрут полета проходил над Баренцем и норвежским морем. Маршрут полета перед нанесением ударов впечатляет. Вылетев из-под Мурманска, прилетев рядом с Финляндией, Норвегией, Великобританией, Францией, Испанией, звено стратегических бомбардировщиков в районе Гибралтара произвело дозаправку. Проделать подобное способны только асы. Согласованность и точность этой операции на высшем уровне, равно как и штабная подготовка тоже. Ведь полет нужно было еще и согласовать с руководством перечисленных стран. А вот как проходила дозаправка бортов в воздухе. Общая продолжительность полета составила 16 часов 20 минут. Готовы к решению новых задач командования. Доклад закончен. Нанеся удар, наши стратегические бомбардировщики вернулись в места базирования, но уже другим путем, пролетев над Ираком и Ираном, произведя еще одну дозаправку над Каспием. Общая протяженность полета составила почти 13 тысяч километров. Еще 29 самолетов дальней бомбардировочной авиации нанесли удары по целям в Сирии со стороны Каспийского моря. Дальняя авиация, базирующаяся в Моздоке в последние дни, особенно активно работала по инфраструктуре ИГИЛ в районах городов Рака и Дайр-эз-Заур. Усильная эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3 командования дальней авиации в течение четырех суток, действуя с аэродромом Моздок, наносит групповые авиационные удары по объектам террористической организации ИГИЛ провинции Дайр-эз-Зор, Ирака. Всего авиационной группой выполнено 72 самолета вылета. Нанесены удары по 42 объектам боевиков. Товарищ верховный главнокомандующий, все поставленные авиационной группе задачи выполнены. Спасибо. Давайте перейдем к Каспийской флотилии. Ударная группа, состоящая из ракетного корабля «Дагестан» и малых ракетных кораблей «Углич», «Град Свияжск», «Великий Устюг» выпустили по ИГИЛовцам крылатые ракеты. Результат поражения целей замкомандующего флотилии обещал доложить дополнительно после получения данных средств объективного контроля. Впрочем, еще после предыдущих подобных залпов ракетами морского базирования «Калибр» и анализа их последствий, не осталось сомнений. Все прилетает куда нужно. Стрельба крылатыми ракетами морского базирования большой дальности «Калибр» по объектам ИГИЛ на территории Сирии выполнена. Все 18 запланированных пуску ракет «Калибр» стартовали успешно. Морально-психологическое состояние личного состава высокое. Оружие и технические средства кораблей исправны. Товарищ Верховный Главнокомандующий, корабельная ударная группа к выполнению дальнейших задач готова. Так, пожалуйста, о работе непосредственно в самой Сирийской Арабской Республике. Командующий российской авиационной группировкой в Сирии доложил впечатляющие цифры относительно вылетов и пораженных целей. Судя по сводкам, которые подтверждаются и видеозаписями, и данными разведки, террористы-игиловцы еще при жизни увидели, как может выглядеть ад. В период 17 ноября российской авиационной группировкой по плану воздушной операции выполнено 394 боевых вылета. Удары нанесены по 731 объекту банформирований в провинциях Алеппо, Бедлиб и в районе Пальмира. В интересах гарантированного поражения объектов-боевиков на территории Сирии активно ведется разведка всех видов. Для выдачи целей указаний, контроля ударов авиации и разведки применяются современные беспилотные летательные аппараты. В ходе массированных авиационных ударов уничтожались объекты нефтегазовой инфраструктуры, пункты управления, склады с боеприпасами, лагеря подготовки террористов, заводы по изготовлению фугасов и ракет. Это позволило дезорганизовать управление в значительной мере, подорвать экономический потенциал террористических организаций, проведение воздушной операции, способство активизации наступления группировок правительственных войск Сирийской Арабской Республики на всех направлениях. Общий итог в докладе наших военных подвел министр обороны. Состав авиационной группировки увеличим в два раза и доведем до 69 самолетов. Ежедневно совершается 143 самолета вылетов. В общей сложности в ходе воздушной операции стратегическая оперативно-тактическая авиация совершила 522 самолета вылета. Осуществлен пуск 101 крылатой ракеты воздушного и морского базирования. Сброшено 1400 тонн бомб различного назначения. Всего поражено 826 объектов противника. Основные усилия сосредоточены на подрыве финансовой и экономической базы ИГИЛ. Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти. 525 автоцистер. Прекращена поставка на черный рынок 60 тысяч тонн нефти в сутки. А террористы недосчитались 1,5 миллиона долларов ежедневно. По данным объективного контроля снижается количество прибывающих на территории Сирии террористов и увеличивается поток боевиков, покидающих районы боевых действий в северном и юго-западном направлениях. Банформирование несут значительные потери. В результате удара крылатыми ракетами только по одному из объектов в районе Дер-Резора уничтожено более 600 боевиков. В целом, в ходе воздушной операции, удары крылатыми ракетами наносились из акватории Средиземного и Каспийского морей на расстоянии до 1500 километров. Авиация применялась с аэродромов на территории России и Сирии. Со стороны Каспийского моря удары наносили 29 самолетов дальней и бомбардировочной авиации. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашими указаниями приступили к организации взаимодействия с вооруженными силами Франции. Все поставленные вами задачи решены. То, что люди военные называют спокойно, для уха людей гражданских, звучащим термином «боевая работа», на самом деле сложнейшая операция, выполнить которую можно только при наивысшей боеготовности. В операции «Возмездие» задействованы все ресурсы Воздушно-космических сил, от штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей до беспилотников, баражирующих в небе Сирии днём и ночью, и до спутниковой группировки, поставляющей разведданные. Уважаемые товарищи, за последние несколько дней проведён очень большой объём боевой работы. Над выполнением поставленных перед вами задач работают большие коллективы. Это большие коллективы в промышленности, в военной организации государства. Все компоненты, по сути, связанные с выполнением задач подобного рода, нами задействованы. Задачи выполняются и выполняются хорошо. Я хочу вас всех поблагодарить, но отмечаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы очистить Сирию от боевиков, террористов и оградить Россию от возможных террористических атак. Перед нами ещё большой объём работы. Надеюсь, что последующие этапы этой операции будут проводиться так же профессионально, так же качественно, и принесут ожидаемые результаты. Прошу начальника генерального штаба, министра обороны регулярно докладывать о том, как идёт выполнение поставленных перед вами задач. Удачи вам. Спасибо. Операции в Сирии уже на этом этапе вполне наглядно показало, что курс на модернизацию наших вооружённых сил дал ожидаемый результат. И авиация, и флот, и работа штабов демонстрируют многократно выросшие возможности России в деле практической защиты своих национальных интересов. Что же касается продолжения антитеррористической операции, то, как было сказано сегодня, вооружённые силы переходят к её следующему этапу. И всем заинтересованным сторонам, впрочем, равно как и незаинтересованным, что называется, стоит следить за новостями.